Три года условно за мошенничество в особо крупном размере. Сегодня суд вынес приговор экс-представителю губернатора и представительства края Стелли Штань. Мертвый документ. Почему алтайские зоозащитники призывают срочно доработать закон о защите животных. Легендарная военная авиационная. Сегодня 55 лет с момента создания в Барнауле летного училища. Начнем выпуск с громкого коррупционного дела. Сегодня железнодорожный суд Барнаула вынес приговор экс-представителю губернатора и краевого правительства Стелли Штань. За мошенничество бывшую чиновницу приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Напомним, Стеллу Штань правоохранители задержали в конце марта. В июне дело было передано в суд. Как установило следствие, бывшая чиновница через специалиста по недвижимости нашла покупателя для нежилого помещения. Купила его Елена Воротникова, которая позже открыла в нем скандальный частный детский сад «Хэппи Бэби». Воротникова хотела получить долевое финансирование по госпрограмме по поддержке предпринимательства, но средств не хватило. Мошенницы подделали договор купли-продажи. В нем существенно завысили стоимость помещения. Благодаря махинации из федерального бюджета преступницы получили 14 миллионов рублей. Свою вину Штань в ходе следствия признала. Суд приговорил ее к трем годам условно и испытательному сроку на тот же период. Это значит, что в течение него еще возможен пересмотр приговора. Руководство алтайских университетов не может однозначно ответить, обязательно ли вакцинироваться студентам. Все будет зависеть от формата обучения – очного либо дистанционного. А между тем, еще в июне Совет вузов Москвы и Подмосковья предложил допустить к учебному процессу только привитых студентов. Тех, кто не пожелает ставить вакцину, ожидает дистант. Форма обучения алтайских студентов станет известна накануне 1 сентября. Об этом ректор технического университета Андрей Марков сообщил во время онлайн-встречи с абитуриентами. Он отметил, что пока нельзя сказать однозначно, как будут учиться студенты. Все зависит от эпид-обстановки. Но перевод на частичный и полный дистант пока не исключен. Что касается прививок, то сейчас все алтайские вузы считают вакцинацию делом добровольным. Однако студенты-медики по этому поводу шутят и говорят – добровольно-принудительным. По их словам, поставить прививку от короны придется в любом случае. Так или иначе, в каждом из вузов уже подписаны соответствующие приказы. Например, в документ технического университета рекомендует привиться. Для этого в сентябре в стенах вуза планируют организовать пункты вакцинации. Мы, конечно же, настоятельно рекомендуем вам, дорогие студенты, конечно же, привиться. Как утверждают врачи, я полностью этому доверяю, это, наверное, единственный сейчас способ либо избежать заболевания, либо снизить последствия от этого заболевания. Но прививка – дело добровольное. Решать в любом случае вам. Вы будете принимать решение. Малокомплектная школа из Залесовского района может попасть в федеральную программу капитального ремонта до 2026 года. В Балтайском крае начали формировать реестр учебных заведений, которые примут участие в конкурсе на финансирование. В числе претендентов – 300 с лишним учебных заведений края. 15 миллионов требуется найти на полное восстановление школы в селе Думчево. За полувековую жизнь учебного заведения здесь трижды проводили ремонт, но всегда только косметический. Сейчас назрела необходимость в капитальном. Директор филиала школы Снежана Шалаева прямо в учебном кабинете, мелом на доске, подбивает баланс суммы для обновления учебного заведения. Если нам сделают капитальный ремонт школы внутри – отопление, проводку, стены, потолки, полы, сигнализацию пожарную, нам бы хватило, например, 15 миллионов. Эти суммы уже посчитаны, да? 15 миллионов примерно, да? Ну, и если бы нам сделали спортивную площадку, еще 2 миллиона 700 тысяч, то это было бы вообще здорово. Наши бы дети здесь наслаждались жизнью, учебой, образованием. Филиал вдумчиво Шатуновской школы в числе претендентов на капитальный ремонт по федеральной программе. Если заведение пройдет конкурс, то ее отремонтируют до 2026 года. Состояние школы оценил руководитель регионального заксобрания Александр Романенко. Он отметил, что зданию действительно требуется полное преображение. Какие-то виды ремонта сделаны, да? Мы сделали окна, сделали крышу. Вот в прошлом году по подготовке начальных классов к питанию бесплатному сделали хороший пищеблок. Но, тем не менее, школа устарела. Школу нужно обновлять, нужно обновлять потолки, нужно обновлять полы, водопровод, электричество. То есть, приводить в то соответствие, чтобы было и комфортно детям, и была организация учебного процесса на уровне. Ранее президент России поручил Министерству просвещения страны сформировать реестр школ, которые отремонтируют в течение пяти ближайших лет за счет федерального бюджета. В Алтайском крае обновят больше 300 учебных заведений, большая часть которых находится в селах и деревнях. Ну, а те школы, которые по каким-либо причинам не войдут, мы, конечно, будем делать все для того, чтобы в тот же самый временной промежуток времени и подготовить проектно-сметную документацию, и отремонтировать уже средствами бюджета Алтайского края. То есть, в принципе, чтобы, совмещая две программы, нашу субъектовую и программу федеральную, мы могли бы к 26-му году полностью решить проблему капитального ремонта нашей школы. Кстати, Залесовский район уже не первый раз участвует в федеральных программах. Так, в райцентре уже удалось реализовать два проекта, благодаря которым в этом году здесь появится парк отдыха с площадкой для скейтбординга, а также детский сад вместимостью 140 мест. Маргарита Гартунг. День с толком. Алтайским пациентам, нуждающимся в эндопротезировании, отныне будут устанавливать тазобедренные суставы отечественного производства. Первый из них опробовали в деле сегодня. В одной из барнаульских больниц провели хирургическую операцию. Можно ли безоговорочно доверять российскому производителю, расскажет София Яценко. Эта группа инструментария предназначена для установки ацетабулярной впадины, а эта группа инструментария предназначена для установки ножки протеза. В руках Александра Юрьевича настоящее спасение для вышедших из строя суставов. Благодаря такому металлическому имплантату порядка 70 тысяч человек в год возвращаются к полноценной жизни. Изготавливают его на современном оборудовании из медицинских материалов. Главный из них – высококачественный российский титан. Вся эта продукция наша абсолютно соответствует всем требованиям международных требований. То есть она не отличается от иностранной продукции по выполненным требованиям, которые заложены в конструкции и в технологии изготовления данных изделий. Естественно, все это проверено, испытано. По словам специалистов, продвинутый эндопротез прослужит своему хозяину порядка 10 лет, а то и больше. Кроме того, его стоимость существенно отличается от импортного. Наш дешевле. Но по качеству ничуть не уступает иностранным. Нашу страну долгие годы считали страной-бензоколонкой, которая может только что-то добывать и передавать на Запад. Считалось, что у нас нет высоких технологий, которыми мы можем гордиться. Вот производство эндопротезов во всем мире относится к высоким технологиям. Титановые суставы устанавливают больным с коксартрозом, переломом шейки или головки сустава, а также с опухолями. У этого пациента вариант первый. Страдает коксартрозом правосторонним. Последние три года его беспокоят серьезные боли. К консервативному лечению больной не давал положительной динамики. В связи с этим принято решение провести тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Десять лет назад мужчине уже заменили сустав на левой ноге. Сегодня пришло время вернуть здоровье правой. Беспокоят при ходьбе, наклоняться, поднимать что-нибудь. Беспокоят сустав. А сейчас чуть дальше, тем сильнее. Уже что-то приподняли, надо ставить на одну колену. Встать тяжело, ходить тяжело. Подорезь, подниматься тяжело. То есть по одной ступеньке поднимаешь. Одна нога, вторая нога, одна, вторая нога. Несмотря на то, что есть те, кто к российскому производству относится скептически, мужчину такой фактор ничуть не смущает. Поддержим российского производителя. Ну, как у меня первый стоит российский. Это не беспокоит хорошо все. Думаю, второй будет так же. По словам врачей, потребность в таких операциях достаточно большая. Только в этой больнице обладателями металлических суставов становятся около сотни пациентов в год. Кстати, отечественный имплантат уже сейчас устанавливают в более чем 65 регионах страны. А значит, импортные эндопротезы уже не настолько востребованы. София Яценко, Данил Захаров. День с толком. Алтайские зоозащитники уверены, что закон о защите животных не работает. И его необходимо дорабатывать. Поводом стали недавние кадры в соцсетях, на которых то избивают беременную кошку, то привязывают собаку к забору, то выкидывают расстрелянное животное в мусорку. Ирина Корчагина пыталась понять, кто и зачем издевается над братьями нашими меньшими. И почему эти люди остаются безнаказанными. Ну вот так вот. В Белоярске расправляются со щенятами. На старые колготки в 5 утра женщина привела щенульку и привязала к детскому саду. Испуганный взгляд и недоверие к людям. И в этом случае, к счастью, еще все живы. А это шокирующий кадр из села Лебяжье. Собаку нашли в мусорке с тремя пулями в голове. Эксперты оценили четвероногого в 83 рубля. Поселок Южный. Мужчина забил глубоко беременную кошку на глазах у детей. Люди видели, как в животе еще шевелились котята. И этой истории всего лишь за пару недель. За 6 месяцев этого года сотрудники подразделения «Одознание края» возбудили 4 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Поводом для возбуждения уголовных дел по данным основаниям становятся заявления собственника животного, заявления или обращения граждан, а также размещение материалов о жестоком обращении с животными в средствах массовой информации или сети интернет. Ольга Камнева – волонтер и зоозащитник из Новоалтайска. Рассказывает, сама пыталась привлечь к ответственности мужчину, который посреди белого дня топором разрубил собаке голову. Уголовное дело, то есть не возбудили. Аргументирую это тем, что якобы человек не из хулиганских побуждений это сделал. То есть у нас в 245-е прям самый первый абзац есть, в котором как раз прописано – хулиганские побуждения либо корыстные. Я считаю, что независимо от того, из каких побуждений человек нанес увечья животному, здесь должно быть безусловно наказание. Наказание, я считаю, должно быть не связано с какими-то финансовыми средствами, а связано с решением свободы. Но, как мы знаем, чаще всего живодеры остаются безнаказанными. Село Зеленое Дубраво, Рубцовский район. В прошлом году село стало знаменитым на всю страну. В сеть попали шокирующие кадры, на которых местная жительница разделывает еще живых собак. Об этом мы рассказывали ранее. А вы получаете удовольствие, когда убиваете? Ну, не знаю. Варили, жарили. Шашлык. Шашлык делали из собаки? Да, собак шашлык очень вкусный. Я чужих никогда не беру. Мне кто дает собачку, кто отдает. А так, чтобы я ловила, они мне нахрен не нужны. Я чужую собаку есть не буду. Я не знаю, чем они. Все, и больная. А вот вы говорите, что тетя Надя отдавала вам собака. Это ваша родственница? Да. Милиционер Бубцы. Потрясающе. На днях Екатерине дали условные наказания. Ее приговорили к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Испытательный срок – 10 месяцев. И это еще при условии, что история вызвала огромный резонанс. О ней говорили и в Госдоме, и на федеральных каналах. Это нам она сказала, и приезжали участковые. Она ему сказала, мне все равно, у кого резать, тут и их дети ходят. Как нам тогда пояснила сама женщина, она прошла лечение в больнице, ходит к психиатру и принимает лекарства. И даже несмотря на то, что Екатерина издевалась над животными, якобы угрожала чужим детям, человека можно изолировать только по решению суда. Но обычно в суде принимают решение, что человек может лечиться на добровольных основах. И здесь желательно, чтобы в этом ему помогали родственники. Это касается и участкового педиатра, и участкового милиционера. Правда? Он ведь тоже там есть, который должен психиатру доносить, доводить, что там есть право нарушения. Ребята, давайте решать вопрос с ее свободой или пролечиванием. С психическими расстройствами разобрались. Но вообще, откуда у здоровых людей, если можно так сказать, берется желание издеваться над животными? Неужели от жизни собачьей? Психотерапевты говорят, что во многом это ошибки воспитания. Я не думаю, что показывают наказание или агрессию к животным именно родителям. Просто, скорее всего, выплеск к слабому, невозможному защититься, неумеющему защититься, как раз дается родителям. То есть вот это доминирование, доминанта сильного унижения при наказании. Отсюда перенос, по большому счету, на животного. Пока вопросов очень много, но ясно одно. Законодательную базу нужно срочно совершенствовать. В этом уверены зоозащитники. И решать проблемы с живодерами пора на федеральном уровне. Потому что если человек может забрать жизнь у кого-то беззащитного, ну то есть, мне кажется, он может пойти дальше. Ирина Корчегина, Данил Захаров. День с толка. Сегодня юбилей у легендарного Барнаульского училища летчиков. Ровно 55 лет прошло с момента создания в столице края высшего военного авиационного заведения. За время его деятельности в нем воспитали не одно поколение героев СССР и России, а также пилотов, которые до сих пор работают в разных концах планеты. Но юбилей «Эрма-Матер» ненадолго объединил их. Наш следующий материал о легендарном прошлом Барнаула. Это с них начинается история алтайской авиации. Первые выпускники Барнаульского летного училища снова в одном ряду. Еще мальчишками они просто мечтали о полетах, не думая, что в будущем смогут уверенно бороздить небо и станут полковниками и генералами. Первый самолет Л-29, дозу, но учебный самолет, хороший, очень реактивный. Потом Мил-28, фронтовой бомбардировщик. Старенький, но надежный, слабый в городе Муриталии, кур, леет. А вот на этом прекрасном веке 28, ему хоть и называют аэродинамическое безобразие, но это в камне на обиды на нем Муриталии. История Барнаульского авиационного училища началась в 1966 году. 18 августа на основании постановления Совета министров СССР подписали приказ о его создании. С тех пор на Алтай ежегодно приезжали юноши с разных уголков страны с общей мечтой покорить небо. Летное училище воспитало около 4 тысяч летчиков и не одно поколение героев. Среди них наш земля Константин Павляков. Годы его службы совпали с войной. В небе над Афганистаном самолет молодого лейтенанта оказался сбит. Под занавес уходящего 20 века история алтайской авиации неожиданно прервалась. В 1999 году летное училище расформировали. Преподавательский состав был уволен в запас. Территорию передали нынешнему БЮИ, а курсантов перевели в Армавир. Какие перспективы вы для себя видите после окончания Армавирского авиационного института? Я бы сказал, что они немножко такие туманные. Мы едем туда, мы практически сильно не знаем, что нас ждет там и как нас встретят там. Там мы все-таки будем чужие. Очень жалко, конечно. Нас и так не очень много осталось. У нас поступало больше ста человек, а едет всего лишь 49. Душа болит и сердце плачет. И мы писать пытались, как бы, чтобы спасли училище. Не только мы, но и представители, так сказать, руководства Алтайского края. То есть столько аэродромов брошенных. Заброшенных? Просто брошенных. Понимаете? Это было обидно. То есть то, чему мы служили, ради чего, и как это так вот все бросить. И как будто бы утешением осиротевшему Барнаульскому небу в краевой столице и по наши дни остается Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой. Сюда после 9 класса приходят юноши, чтобы после поступить в военный вуз или все же связать жизнь с авиацией. Но уже не на Алтае. Ближайшее к нам военное училище находится в Краснодаре. Выпускники нашей школы учатся сегодня в Краснодарском училище, в Сызранском. Дай бог, ну я их всегда ориентирую, мужики, учитесь лучше. Сегодня самолеты четвертого поколения безграмотных не терпят. Каждый год летная школа встречает более ста мальчишек, которые с надеждой смотрят в небо. А мысль о возрождении алтайской авиации и возвращении Барнаулу статуса города летчиков пока так и остается несбыточной, но такой желанной мечтой не только парней, но и очень многих горожан. В начале учебного года в Барнауле откроется подразделение Московской школы «Динамо». Там будут тренировать по столичным методикам и готовы дать шанс на просмотр в Московскую академию Льва Яшина юным и подающим надежду игрокам. Такая перспектива вызвала немало шума среди родителей воспитанников Барнаульского «Динамо». Почему открывающиеся возможности одни из них ждут с надеждой, а другие с опасением, разбирался Дмитрий Дроздов. Сейчас в краевой столице существует только одна школа «Динамо», привычная всем, Барнаульская. В ней тренируется больше 500 юных футболистов. Но к этому учебному году неожиданно для многих в городе начнет действовать еще одна футбольная школа Московского «Динамо». Это все так же структура общероссийского общества «Динамо», но она будет работать на коммерческой основе. Здесь подчеркивают, что фишкой новой школы будет особый тренировочный подход, в том числе с использованием современных технологий. Мы готовим ребят для следующего взрослого шага к их мечте, к академии. Мы помогаем им усовершенствовать свои футбольные качества. Также совсем маленьких детишек мы учим любви футболу. Ведь футбол и спорт – это закалка характера, это социальное общение и много всего-всего прекрасного, что нам дает спорт. Тренировки Московская школа «Динамо» будет проводить на трех открытых футбольных площадках Барнаула. На поле спортивного комплекса «Победа» стадионен «Трансмаш» и мини-поле «Динамо». Но в планах построить футбольный манеж для юных «Динамовцев». Сейчас подписан документ, мы выставляем на торги проектирование футбольного манежа. То есть история простая. Деньги, проектирование, экспертиза, начало строительства. Стоимость такого манежа оценивают примерно в 400 миллионов рублей. Инфраструктура не помешает для развития детского футбола на Алтае, считают родители-воспитанников. Однако они переживают, что с открытием новой школы могут остаться без своих наставников. И в барнаульской школе останутся те дети, родители которых попросту не смогут оплачивать тренировки. Одно занятие будет стоить в среднем 450 рублей. Ну, родители-то кое-какие переживают. Им, конечно, обидно, непонятно, что будет дальше. Вроде ребенок занимается уже столько лет. В октябре же в Барнауле откроется филиал столичной академии Льва Яшина. Каким образом будет проходить отбор в это футбольное заведение, вопрос пока открытый. В коммерческой школе «Динамо» заверяют, что будут давать зеленый свет перспективным игрокам в московский филиал академии Льва Яшина. Руководство школы также утверждает, что не будет переманивать тренеров из барнаульского клуба. Впрочем, стопроцентные гарантии в таких вопросах давать сложно. Сами родители барнаульских футболистов активно интересуются новой школой. От них поступило уже порядка 80 звонков. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!